Об оккупационных гауляйтерах и не только поговорим далее. С Петром Андрющенко, советник мэра Мариуполя, присоединяется к нашему эфиру. Петр, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Можно ли проанализировать вот эти кадровые назначения российских оккупантов? Кого, что за вот людской материал они присылают править на захваченных территориях? Ну, это, знаете, если глянуть на оккупированные все части нашей страны и финальная точка для нас, естественно, Мариуполь, ну, это какая-то группа глобальных неудачников. Это такая нижняя ступень людей, которые делали определенную карьеру в России, она там опускалась, опускалась, опускалась вниз и фактически их ссылают на территорию Украины в виде вот таких гауляйтеров. По сути, они глобально никаких функций не осуществляют, если так уж разбираться. Они только обеспечивают определенную координацию между, опять же, если мы говорим о Мариуполе, они обеспечивают определенную координацию между строителями, между гражданскими оккупантами, между гауляйтерами Донецкой области и, видимо, частью кремлевской управленческой структуры. На самом деле, думаю, что ситуация подобная на всех оккупированных территориях, по крайней мере, в Мариуполе, фактически всем управляет россияне, но это не те россияне, о которых мы знаем, управляет всем служба ФСБ, это и ее вотчина Донецкая область, поэтому там есть говорящая голова Пушилина, есть присланные россияне, тот же Хаценко, который, собственно, обеспечивает контроль за финансовыми потоками, которые идут из Российской Федерации, и, собственно, такая же история по Калькину на сегодняшний день мы видим в Мариуполе, есть говорящая голова в виде условного незаконного мэра Ивашенко, и его первый зам, собственно, как у нас его называют оленевод, присланный из Якутии, тоже такая нижняя точка его карьеры, падающая плавно, поэтому, собственно, весь импотреб оказывается рано или поздно на территории оккупированной Украины, делает на два очка, делает вид, что он как бы что-то из себя представляет и чем-то управляет. Ну, и учитывая их коррупционный шлейф, можно даже не сомневаться в том, что они занимаются привычным для себя делом, воруют и все. Уровень коррупции, который бытует сейчас в Мариуполе и в Мариупольском районе, знаете, можно вспомнить все эти мифы, которые 8 лет пичкала российская пропаганда, глобальная разница между Россией и Украиной, что, мол, в России нет коррупции. Я вам скажу, что то, что происходит, то, что мы видим, там, ну, куда нам, ну, нет. Украинская коррупция, это настолько далеко от российской, в таком глубоком, несопоставимые вещи. Там воруют все, собственно, воруют каждый на своем месте. Все построено на воровстве, на кражах, на откатах, на кумовстве. Все, в общем, все, не знаю, вся калька Советского Союза со спекуляциями, взятками, была там, так называемая, вот, она полностью бытует, видимо, в России, потому что она просто перенесена на территорию Мариуполя, Мариупольского района. Все дети, так называемых ауляйтеров и члены их семей занимают какие-то должности. Эти все должности подразумевают воровство, начиная от гуманитарки, которая в одном раз продается, заканчивая перепродажей автомобилей, которые украдены, смародерены и так дальше, дальше, дальше. Там, за кого не возьмись. Банальный староста села, назначенный, работающий с оккупационной властью, просто, наверное, это самый показательный случай. Поскольку в селах вокруг Мариуполя не работают подрядчики, на эти села старостам выделили деньги, привезли, в общем-то, в чемоданах российские рубли, для того, чтобы они обеспечили на месте этот процесс. Вот в одном из сел, прямо на границе с Мариуполем находится, привезли коллаборанту чемодан с 10 миллионами рублей, для того, чтобы обеспечить замену окон. Ну, в итоге ни денег, ни окон. Сейчас массово скупают окна вторичные, да, те, которые демонтируют в мариупольцах и ставят российские. Вот вторичный рынок Мариуполя, этих оконными системами забитых, скупает он и ставит людям. Ну, в общем, и это нормальная история, все на это смотрят. Ну, это Россия, собственно. А, Петр, вы рассказали о том, что оккупационные власти Мариуполя снесли дом в историческом центре города. Для чего? Чем он им помешал? Большой вопрос, чем там вообще, в принципе, им все мешает. Но, видимо, этот дом, одно из физических доказательств, на самом деле, небольших, которые остались в центре города, которые доказывают, что жилой сектор был уничтожен авиабомбардировками, он находится недалеко от драмтеатра, недалеко от нашего роддома, который авиабомбами были уничтожены, и там, собственно, и тут же проходила бомбардировка. Пожалуй, это единственное, с чем мы связываем, что именно его сносят. Ну, логики, на самом деле, логики в сносе домов в последнее время мы не наблюдаем. Если до того нам было понятно, что россияне в первую очередь сносят те дома, которые, по сути, являются могильниками для мариупольцев, от 50 людей, погибших в каждом подвале дома, и больше, там, до 200, то на сегодняшний день это какая-то рандомная история, абсолютно избирательная. Ну, опять же, это показывает ситуацию реальной координации действий, и почему, например, в городе нет тепла. Все подряды, в том числе и на снос домов, россияне получают либо в своих федеральных округах, либо непосредственно в Кремле, и едут, их исполняют. На месте этот процесс никто не контролирует. Ни присланные гауляторы русские, ни наши коллаборанты. Эти процессы происходят параллельно. Параллельно существует какая-то условно-оккупационная власть, и параллельно происходят какие-то технические процессы, связанные с ремонтами, в том числе со снесением домов. Поэтому понять логику невозможно. Процесс приложения сил вместо того, чтобы возобновлять инфраструктуру, а не просто сносят дома, которые, положа руку на сердце, еще ни один год в таком состоянии могли бы простоять, и точно не решат никакой проблемы в Мариуполе мариупольцев. Ну, мы уже пришли к тому, что отказались понимать, если честно, логику россиян. Потому что мы пытаемся понять ее с точки зрения прагматики, с точки зрения, не знаю, технических вопросов, да, с точки зрения, не знаю, цивилизованных ценностей, не срабатывает. Абсолютно не срабатывает. Там какая-то своя извращенная людоедская логика, которая просто недоступна европейскому цивилизованному человеку. Поэтому нашли для себя просто формулу такую, потому что Россия. Вот, наверное, единственный правильный ответ в попытке, оценить, почему что-то происходит, а что-то не происходит. Петр, вот этих гауляйтеров, да, вернемся к ним, присылают. На украинском это звучит как непотреб, ну, ненужность, да, если это кальковый перевод. Для того, чтобы их тут можно было спокойно утилизировать, их не жалко, мы знаем историю гауляйтеров. Самое яркое, это Стримаусова, да, вспышка, можно так сказать. То есть, действительно, их тут, в принципе, ждет один и тот же итог. И, в принципе, они даже могут не успеть скрыться, убежать. Расходный материал, да. Ну, знаете, если мы будем говорить конкретно о россиянах, если мы будем говорить и о наших мразях, по большому счету, ну, их ждет однозначно история Стримаусова, и все хижи с ними, это даже не тот непотреб, который шлют Россия. Это просто, да, расходный материал, к которому сами россияне относятся еще хуже, чем мы, поверьте. Кто предал раз, предаст и второй, да. Формула работает. Если разговор идет непосредственно о россиянах, то тут не все так просто. По крайней мере, вот этого гауляйтера, который прислали из Якутии, ну, так никого не охраняли в городе, так никого не охраняют в городе. Мы прекрасно знаем, где он живет, там охрана с наружным наблюдением, там даже при его отсутствии, эта территория охраняется как минимум 10-15 человек, причем это не ДНРовцы какие-то, это российские спецслужбы, достаточно подготовленные. Он ездит в сопровождении минимум 9 людей на бронированных машинах, поэтому своих они охраняют, ну, по крайней мере, серьезно, и с ними будет как минимум сложнее. Хотя рано или поздно мы уверены, что если их не настигнет судьба на территории оккупированной Украины, ну, никуда они от трибунала не денутся. Безусловно, они считают, что эта доля их минет, но в свое время не так давно не считали, что и Херсон навсегда Россия, и Харьковская область. Мы видим результаты, тут мы не сомневаемся, что будет то же самое. Но, к сожалению, да, с точки зрения, например, цели сопротивления как таковой, мы прекрасно понимаем, что это сложно. Как минимум это сложно. С другой стороны, опять же, Хаймерса никто не отменял, и, собственно, достаточно военная цель, оправданная. Почему бы и нет? Потому что в этих точках концентрируются не только гауляторы, как правило, рядом с ними концентрируется военное руководство, которое осуществляет, руководит обороной и военным континентом в городе. Поэтому, ну, как бы, не одним, так другим путем, я думаю, мы точно их достанем, и возмездие их ждет, безусловно. Они, кстати, приезжают не одни, они приезжают со своими семьями в разрушенный Мариуполь. Видели, и вы неоднократно в наших эфирах говорили, что он не готов к зиме, что нет тепла, воды. Как они живут? Где они живут? Они там забирают, отжимают, извините за сленг, какие-то приличные, грубо говоря, дома, вот, и они там живут. Вот как они обустраивают свой быт, глядя на то, что быта в оккупированных городах, ну, нет? У них быт есть. Живут они прекрасно, поверьте. Безусловно, они выбирают, где им жить, исходя из условий. То есть это дома с самыми лучшими условиями, которые, наверное, на сегодняшний день не целые, можно найти в Мариуполе либо в Мариупольском районе. У них есть свет, вода, у них есть тепло, у них есть повара, которые их обслуживают отдельно и вместе с целым персоналом. Поэтому там с жизнью совершенно не так, как у обыкновенных мариупольцев. Упитанные, здоровые, обнянченные, что называется. Ну, собственно, чего ожидать? Да, цинизм есть цинизм. Безусловно, чувство собственности, никого, право собственности не существует. Отбирается, если не отбирается, то людям, есть и факты, людей выгоняют просто из дома и заселяются туда. То есть там никакого уважения к чужому, безусловно, нет. Они ко всему относятся как к своему, с радостью привозят семьи. Сейчас, конечно, в зимний период, наверное, не так, но с весной, летом мы это уже видели, не сомневаемся, что если до весны не будет декупирован Мариуполь, то мы увидим новую волну вот этих семейных караванов. Ну, мы понимаем, да, где Якутия и климат, и где Азонский климат весной. У них весна наступает в середине лета. Поэтому, безусловно, они с радостью тут расселяются. Условия у них, пятизвездочный курорт прямо в городе, поэтому почему бы и нет. Понятно. Спасибо вам за этот разговор. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.